Ну а перед началом данного интереснейшего ролика я бы вам хотел посоветовать поучаствовать в отличном конкурсе от меня и от царя. Вы можете выиграть промокоды КЕНИАН, контейнеры, а также добавление в друзья на мой основной аккаунт, а также на основной аккаунт царя. Всё, что вам нужно сделать, это сделать репост данной записи, подписаться на наши ютуб-каналы и также подписаться на наши группы ВКонтакте. Довольно-таки простые условия и есть огромный шанс выиграть жёсткие нагибаторские промокодики в нашей игре. Вы любите халяву? Обязательно выполняйте условия, ссылочка на данный конкурс в описании. И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Я уж думал, я не дождусь этих скидок на дронов, я думал, что их уже у нас не будет. 7 часов до конца данных скидок у нас остаётся и я рад вам сообщить, что я готов приобрести целых 4 новых дрона. И уже совсем скоро мы сделаем тест данных дронов, выкачаем их до М4, ну а сегодня мы вообще в принципе посмотрим, попробуем очень-таки быстро и кратко пробежаться по всем данным дронам. Возможно-таки на парочке из них я смогу сейчас в одной каточке в ММ покатать, примерно рассказать о них и вообще в принципе показать вам один дрон, который пока у нас не так популярен в игре, хотя появился он у нас давно. Но не популярен, никто почти его не использует, но он является даже-таки лучше штурмовика, лучше того дрона, который мы все привыкли использовать именно-таки в матчмейкинге. Покупаем, конечно же, сначала его, это дрон-спринтер, которого я сегодня вам попытаюсь показать, возможно-таки раскрыть, но сами понимаете, что когда у нас дрон качан, вернее вообще не качан, и либо качан на фул, то он очень сильно отличается. Поэтому первый есть, спринтер. Второй дрон, это дрон-бустер, конечно же. Очень интересный дрон, который я тоже покажу, как работает в определенных интересных режимах, но это будет, конечно же, уже не сегодня. Поэтому обязательно поставьте лайк на данный ролик, чтобы я записал тесты всех данных новых купленных дронов. Если вам интересна эта движуха, если вы хотите, чтобы я по этому поводу рассказал, то обязательно поставьте лайк, и я думаю, что данный ролик не заставит себя долго ждать. Спасатель, третий дрон. Это дрон, который мы будем использовать именно-таки на те дни, когда у нас будут повышены голды. У нас таких дней еще осталось 2, 31 и 7 января, соответственно. И последний дрон, это диверсантник. Та самая ромашка, которая выдает у нас мины. Довольно-таки интересный дрон, который можно будет использовать именно-таки в оборонительном плане. И я даже думаю о том, что скоро дроны можно будет использовать условно так же, как переодеваемся мы на определенно другие резисты в катке. И так же мы будем сейчас переодеваться именно-таки с дронами на постоянной основе. Например, вы играете катку, вы начинаете тянуть, вы играете на дроне спринтер условно. Потом проходит у вас время, вы понимаете, что противник может сейчас вас выиграть. Вы становитесь в деф, вы переодеваете дрон на именно-таки, который дает мины. И уже пробуете вместе с ним нагибать и в этом плане, чтобы у вас тоже не было никаких особо проблем. Так, куда бы нам пикнуться на спринтере? Хороший вопрос. Я думаю, что на спринтере можно пикнуться именно-таки в захват флага. Давайте попробуем именно-таки в данный режим. Раскрыть, в данном режиме раскрыть данный дрон. Желательно, если бы у нас бы карта была не особо большая, где мы постоянно бы подхватывали флаг. И за счет этого, ну, с карты особо не везет, но везет у нас именно-таки со званиями. 5 минут у нас до завершения данной катки остается. Ну и в чем же фишка данного дрона, спросите вы меня. Особо никто пока этот дрон вообще в принципе не понимает, как работает. Вы подбираете флаг, либо же захватываете точку, либо же вы вовсе просто пытаетесь что-то сделать именно-таки в плане увоза, скидки, подбора флага. Вам дается за это нарк. Все просто. Берете, скидываете под себя флаг, потом подбираете его же и получаете нарку за это. Очень простой и очень интересный дрон, но похоже данная катка не особо подойдет именно-таки для него, так как мы начинаем уже тут проигрывать. Но все же я попробую, попробую реализовать его. Не знаю, насколько хорошо у меня это получится, поэтому пошлите увозить именно-таки флаг. Так, 10 секунд это очень мало. При начальных установках у нас дается именно-таки такое количество на расходку дополнительную. Если бы же данное время при начальных установках было, например, 15 секунд, это было бы намного-таки интересней. Но никак не так мало. Пока у нас данный дрон именно-таки на перезарядке. Условная перезарядка при нулевых настройках тоже очень-таки долгая. При прокачке данного именно-таки дрона данное время уменьшается в разы. Но сейчас он у нас с КД выйдет, данный дрон. Я попробую показать его действия. Вот так вот вы делаете. Скидываете флаг под себя, подбираете флажочек, подбираете флажочек. Что-то я не то сделал. Не понял. Вот сейчас я явно не понял. Какой у нас дрон одет? У нас одет не тот дрон. Не беда. Переодеваем дрон. И пишем, что я додик, который не знает, на каком дроне играет. Играл я на диверсанте, который у нас дает именно такие мины. Но не играл на нужном дроне. Поэтому и думал, почему так у нас все это дело произошло. Что я ничего вроде бы не делал, но данный дрон у нас ушел на перезарядку. Каким-то магическим образом. Подбираем флаг. Получаем нарку. Все довольно-таки просто. И также вы это можете спокойненько реализовать. Вы стоите на размене. Вы не можете поставить флаг. Вы скидываете флажочек под себя, дабы получить расходку. Дабы получить аптечку. Подбираете флажочек. Получаете нарку. Легко. Просто. И очень эффективно. И я честно не понимаю, почему до сих пор данный дрон почти никто не использует. Открыл мне данный дрон тоже один человек, который у нас сидит на стримах. Последнее время играет вместе со мной. И я честно был немножечко таки поражен, что такой вот интересный дрон можно так просто реализовать в захвате флага, в цпшке. Но единственное данный дрон не так актуален именно таки в дмке и в джиггернауте. Там уже стоит использовать другие дроны. И один я сегодня такой прикупил. Именно таки бустер. Который мы в дальнейшем тоже раскроем. Но его конечно же стоит сначала таки прокачать. А потом уже показывать насколько он крутой. И насколько он вообще в принципе нагибаторский. Показать в принципе другие дроны без прокачек особо таки нету смысла. Что касаемо именно таки спасателя. Или же того же оборонительного плана, который принимает елки дрона. То в них нет особого смысла в матчмейкинге. Что касаемо дрона, который принимает при ДАшке в 200, если не ошибаюсь, процентов больше хп. То есть вы становитесь менее убиваемым танком на какой-то короткий срок. То с данным дроном именно таки самое эффективное это ловить елки, которые сейчас у нас вообще падают. Метеориты не уничтожают вас. Вы еще остаетесь даже если не ошибаюсь на половине своего здоровья после выпадения данной елки. И это конечно не может не радовать в таких ситуациях, когда вы можете просто легчайшим образом взять и забрать елку. А там может быть и контейнер. И может быть что-то хорошее вам с него конечно же выпадет. 20 секунд... О, таких 20-10 секунд у нас остается до конца данной катки. Я понимаю, что я уже не успею поставить данный флаг. Так как противник быстренько таки берет и уезжает. И вот такой вот не особо длительный у нас ролик получился. Я надеюсь, что он вам понравился. Я надеюсь, что уже через пару дней мы выкачаем все данные 4 дрона на фул. И тогда уже будет интересно. Тогда уже можно будет показать все эти дроны в полной красе. Показать где исключительно каждый дрон будет эффективен. Понагибать. И добить данные звезды. У меня на сегодня все. Кто, ребятки, еще не подписан на канал, обязательно не забывайте на него подписываться. Нажимать на колокольчик. Ну, а также подписываться на группу ВК. И также участвовать в ней в конкурсе, которого совсем скоро будет у нас в итоге. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok